всем привет продолжаем изучать наши серверные штуки на языке java давайте представим следующую ситуацию кто-то написал нечто новое принципиально новое и предоставил к этой программе своей способ взаимодействия по сети то есть он написал сервер которому клиенты могут встречаться и взаимодействовать с его программы то есть классическая ситуация есть ядро программы то есть который выполняет какую-то основную работу и для взаимодействия с этой программы обычно пишут сервер который слушает входящие запросы и отправляет их непосредственно ядру то есть самой программе там происходит выполнение и потом ответ через сервер так вот представим что кто написал новую такую программу и у нас когда мы хотим ее использовать наша задача будет написать клиента то есть создать библиотеку по большому счету которая скрывает низкоуровневые взаимодействия по веб-сокетов и чтобы был просто класс и набор команд для взаимодействия с этой программы и я предлагаю в этом видео представить следующую ситуацию вернее на чем мы будем экспериментировать есть такая база данных радис это ключ значение базы данных то есть кейв или можно еще думать что это база данных о структура данных как структура данных то есть база данных радис это структура данных которая живет где-то там отдельно то есть вместо того чтобы создавать у себя хеш-мапу да и использовать ее можно поднять сервер радиса и использовать его в качестве структуры данных кейвери кейвери обычно используются например для какого-нибудь киша пожалуй я не буду погружаться совсем возможности радиса кому интересно тот почитает скажу что лишь данная база данных весьма популярна одной она относится к семейству но SQL баз данных так к ней если вы себе установите скачаете вот данную базу данных на компьютер к ней обычно поставляется еще клиент и в этом клиенте я хочу продемонстрировать две простые функции которые мы реализуем в нашей джамовском исполнении и так вот здесь кстати еще две команды кому интересно может быть пинг это проверить что соединение работает то есть вы жмете пинг и вам возвращается пункт значит соединение с сервером работает флэш дб это очистить память да тут пожалуй стоит все же подчеркнуть редис работает главным образом с оперативной памятью то есть все данные которые вы занесли туда как правило как правило используются и хранят их именно в оперативной памяти не на диске данные можно скидывать на диск но тогда редис очень сильно теряет в скорости а его используют главным образом ради скорости а скорость достигается помимо того что сам редис написан на языке оси по моему он работает главным образом в оперативной памяти хорошо какие же две команды я хотел показать это команда set и команда get как я сказал редис можно рассматривать как структуру данных как мапу в частности да там есть множество других интересных функций но мы рассмотрим именно эти две так если это хешмапа соответственно мы можем установить значение например Russia Moscow и прочитать значение get Russia то есть ключ значения значения хранятся в строковом представлении как вы уже заметили во вторых мы видим что она предоставляется команда вернее мы пишем только в строковом варианте соответственно и когда мы будем посылать команду на сервер когда мы напишем своего клиента мы также будем отправлять строку вот прямо вот такую же давайте я еще одну set Germany Germany Berlin и get Italy покажу что возвращаются значения nila но тоже в строковом представлении вот как я сказал представим что клиента на языке java не существует и нам нужно его написать что что поехали так не хочу так сворачивать закрывать тоже не хочу чуть позже мы будем тестировать и проверять вот я создал проект очень простой в нем пока ничего особенного нет есть два пустых класса main и redis redis это будет наш собственно клиент ну что ж поехали во первых что нам нужно redis предоставляет нам возможность взаимодействия по сети соответственно нам нужно подключиться единственный интерфейс который у нас есть это интерфейс сокетов два ключевых значения два ключевых параметра которые нам нужны это порт и хост то есть нам нужно адрес программы в сети и она определяется именно этой связкой что ж поехали создаем внутренние поля правильно final int port и string post tags назовем сразу конструктор раз они у нас финальные будем их инициализировать только там так сразу хочу предупредить что различные проверки на корректность и различные треки я пробрался все буду пробраться все буду избегать так второй важный аспект здесь нужно нам нужен сокет то есть тот объект с помощью которого мы будем непосредственно взаимодействовать tags дис сокет дис сокет так сперва нам нужно передать хост затем порт хост порт давайте я тогда здесь поменяю окей так здесь мне нужно пробросить исключение так как мы уже знаем в текущем моменту вы должны знать у нас предоставляет вот этот объект сокет два важных потока входящий и исходящий то есть один поток в которых мы будем записывать команду второй поток мы будем использовать чтобы считать ответ чтобы считать ответ хорошо я их реализую с помощью буфер рейдеров то есть обвертками над с над самими примитивными потоками просто ради удобства чтобы сразу со строками работать буфер writer так сразу я создам команду close метод close который все эти вещи закроют так теперь мне еще в конструкторе нужно объявить их значит так буфер 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 я начал значит new буфер reader буфер reader это тот кто читает то есть ему нужен входящий поток new input stream reader и берем нашего сокета и берем нашего сокета входящий поток так this б б б new буфер writer в writer это записывать мы собираемся записывать выходящий поток это куда мы будем отдавать команды значит new output stream writer берем наш сокет get output и здесь еще можно передать кодировку так конструктором мы закончили у нас есть конструктор у нас есть основные поля нам нужен еще один метод с помощью которого мы будем выполнять команды так public возвращает он как я сказал redis у нас все в стрингах хранит даже цифры по сути дела это стринговое представление да там можно делать простые вычисления то есть он распознает на ряде целочисленные значения но обычные w уже не прокатит вам нужно будет считать их отдельно в приложении а не в базе данных это если я ничего не путаю это если я ничего не путаю command так принимаем мы будем стрингу стрингу что ж нам нужно записать выходящий поток выходящий поток берем наши бв в write command и нужно еще newline newline так давайте опять пробросим исключения бв плаш то есть чтобы команда все таки дошла так теперь нам нужно как-то ждать ответа ждать ответа ждать ответа я здесь делаю в лоб вот таким вот незамысловатым образом я сделаю да будет крутиться тут бесконечно потенциально поэтому здесь по идее лучше сделать какой-нибудь тайм-аут но я знаю что у меня все будет хорошо то есть я имею ввиду сервер у меня будет поднять и работать и он мне отдаст то есть никаких проблем не будет по-хорошему здесь нужно тайм-аут какой-то устанавливать то есть сколько мы готовы ждать значит так результат вот результат может отдаться нам несколькими строками откуда это я знаю любой кто пишет какое-то серверное приложение он должен предоставить протокол общения то есть какие команды и какие ответы возможны в его программе то есть когда мы взаимодействуем по протоколу http мы знаем что есть заголовки и есть к ним заголовкам какие-то значения соотносятся да мы знаем какие заголовки вообще возможны и мы их отправляем и мы знаем какие заголовки и какое тело нам сервер может отдать то есть когда вы захотите писать какого-нибудь клиента вы также должны изучить протокол общение который предоставляет данная программа в данном случае редис база данных сервер базы данных что ж ну давайте while burn ready мы результаты я буду я буду просто склеивать и чтобы в одну всю строку у меня не склеилось я разобью это с помощью new line и возвращать я буду результат все все готово то есть это такой самый примитивный всего 40 строчек ничего здесь особо нет что ж теперь давайте писать наш код запускающийся да для начала я объявлю я буду читать все с консоли то есть мне нужен опять буферит reader reader new buffer reader new input stream и здесь мы передаем system in так это то каким образом мы будем так я здесь сразу скопирую да да то каким образом мы будем читать с консоли теперь мне нужны мне нужен радис 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 new радис передаем local host и передаем порт по дефолту порт радис занимает 6 3 7 9 6 3 7 9 6 3 7 9 7 7 9 7 9 8 9 8 9 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 теперь нам нужно выполнять команды так давайте я здесь я это дело зациклю так это будет моя команда выхода давайте я здесь на всяк со знаком хотя нет давайте tags значит tags и теперь мне нужен еще команд команд это куда я буду записывать до команды так так давайте какое-нибудь приветствие напишем welcome to the radius client и поехали while command equals exit пока вернее не пока этому значение не равно то что мы будем делать я беру command беру наш console reader читаю значение да читаю команду теперь мне нужно получить response response беру наш radius и выполняю эту команду и давайте выведем это дело так response и так здесь мне нужен ой radius close reader close и ну можно написать а финиш все все готово все готово все готово если нигде не ошибся но вроде как не должен был что ж давайте поднимем так ну начнем какую-нибудь команду во первых давайте смотрите я уже знаю что у меня есть значение да вот они такие должны давайте прочитаем значит значит get russia для начала get russia и вот такой вот ответ видите да то есть вот эта вот строчка то есть сколько всего ответ занимает это протокол redis то есть вам нужно будет посидеть и посмотреть если вы захотите реализовать лично свой лично свой клиент к redis вам нужно будет прочитать типы ответов которые отдает сервер и главное и корректно их парсить корректно выбрасывать исключение допустим вот видите да здесь 6 то есть это сколько занимает место но теоретически у нас может быть какой-нибудь сбой в системе и ответ вернуться не полностью ответ может быть отнюдь не таким коротким поэтому мы можем свериться дополнительно если сбой то то ну выбросить где-нибудь свое личное исключение ладно теперь set давайте мы уже знаем что по италии это нил set италии ром команда вернула окей давайте обратимся к нашему клиенту и как мы видим запись произошла успешно здорово 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 так ну то есть что по большому счету мы реализовали очень простой примитивный клиент в базе данных Redis который пока на данный момент реализует лишь две возможности то есть set и get хотя на самом деле любые возможности почему я так сказал потому что я не пашу же ответы никак на самом деле я могу любую команду здесь прописать например есть команда hset допустим юзера дима а нет юзер name а нет и теперь я могу постучаться на самом деле и что-то я не то сказал команды это я могу выполнить любые и я ответы же никак не паршу так ну hget юзер name вот то есть на самом деле я могу любые команды выполнить я их просто не паршу то есть по-хорошему нужно написать отдельно парсинг для сета для get то есть для всех возможностей которые redis вам предоставляет hset к слову это скажем так заводится отдельное хранилище которое под именем каким-то в данном случае юзер которое хранит k-value то есть я могу например еще раз hset user и допустим h22 и на сервис user tags h что ж точно таким же образом организуется например и общение общение по как это называется если вы захотите например свой личный почтовый сервис а реализовать если вы захотите с ну да в этот момент я не пофиксил надо было пофиксить то есть я все таки пополняю а я здесь if не вставил она я к чему этот текст переводил здесь надо было что-то if command то есть надо было наоборот делать do while а не while do ладно возвращаясь к почтовому сервису если вы например хотите реализовать свой личный почтовый клиент почтовый клиент к слову работает как и http тоже этот текстовый протокол там есть свои команды откройте документацию по например по смтп см смтп 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 то есть по исходящим по исходящим сообщениям то есть как можно посылать на сервер посмотрите какие команды нужно посылать на сервер чтобы отправить сообщение и вот точно таким же образом сперва делайте подключение а затем выполняйте а затем выполняйте какие-то дополнительные команды для того чтобы отправить в данном случае email все очень просто здесь что нужно еще сказать вот это в данный момент работает в одном поточном режиме в зависимости от того какой сервер и что он предоставляет то есть вы можете намотать несколько потоков на своего сервера ой на своего клиента то есть сделать его многопоточным особенно если сервер способен работать в многопоточном режиме то есть обрабатывать несколько уходящих сообщений одновременно тогда нужно писать клиенты обязательно многопоточными так ну на этом пожалуй все закончил было бы шум когда его вот год так он там Продолжение следует...